Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Музмена. Мы сейчас находимся на Арбате. Мы с утра смонтировали влог, сейчас ноутбук и вторая сумка, второй рюкзак находится в костеле. Вот. Ну и, собственно говоря, мы вышли еще прогуляться. Сейчас давай-ка отойдем. Сейчас пойдем в шоколадницу, позавтракаем. Вот. Ну, а потом у нас уже встреча. Сейчас будем встречаться с подписчиками. Нас хотят помыть с этого тротуара. Все, пойдем завтракать. Короче, чуваки, мы поняли, что в шоколаднице на Арбате, на старом Арбате, нормальная цена вообще. Вообще нормально, смотрите. Эспрессо за 100 рублей 30 миллиметров, миллилитров 60, 170. Да нормально, для кофе это нормально вообще. А уж для Арбата, тем более, это вообще норм. А вообще для Москвы. Ну, в смысле, это нам казалось, что дороже. Ну, стереотипы, стереотипы, стереотипы. Ох вы, стереотипы. Чуваки нам принесли нашу карбонару. Она офигенная. Вообще. Очень. И самое четкое, когда они доваривают до конца. Это вот, ну, саму карбонару. Ну, короче, макароны, грубо говоря. Кашу показать, но каши нет. Но, поэтому, хотели здоровую кашу, поэтому заказали не очень здоровую карбонару. Ну, это нормальная она. Не такая уж она и вредная. Она вообще не вредная. Короче, приятного аппетита, чуваки. Мы кушаем, пьем потом кофе и фрапе. Обожглась. Я это говорил горячее. Предупреждал ведь. У нас еще час до встречи с подписчиками. И мы пьем фрапе. Алиска фоткает в инстаграм. Он обалденно выглядит. Просто, просто вот посмотрите. Это карамель снаружи. Очень, очень аппетитно выглядит. Сейчас я попробую и скажу вам, что... Как-то он тоже не так называется, не фрапе, а как-то... Фрапепка. Фрапепка. Офигенный. Офигенный, я хочу сказать. Очень клево. Я когда пью фрапе, сразу вспоминаю Афину. Пляж. Первым делом я вспоминаю пляж. Где мы первый раз его попробовали. Разве? Да. На даче у мамы Мирона. Обалденно. Фрапе. Ум, сладкий. Фрапе такой же вкусный, как Афина. Это не нормальная? Да, вообще очень клево. Короче, друзья, мы все. Вышли из хостела. Ноутбук отчитал влог. Только не выложили мы его. Скинул на телефон. Будем надеяться, что где-нибудь найдем Wi-Fi, с которым мы быстро выкинем. Но моя надежда, мне кажется... Короче, не сбудется, как бы говоря. Москва, привет. И, к сожалению, мы уезжаем сегодня. Вот. Все ребята, которые собрались, всем огромное спасибо. И все вообще, кто-то их продолжает посмотреть. Вот. Все для вас сделаем. Хорошо, чуваки. Встреча прошла вообще отлично. Мы все равно все еще... Блин, да мы вообще все вместе так и идем. До метро дружно. Да, дружно идем до метро. Мы, в принципе, собираемся сейчас поехать до Москоу-Сити. Вот. Посмотреть на ваши московские небоскребы. Вот. А дальше не знаю. Ну, если будет время еще, то, наверное, сходим в парк. В парк Горького. Мне сказали, дофига львей. Да, пройдемся. Но мы реально... Хотели вообще с утра, но проснулись. Проснулись поздновато и пока еще монтировал. Вот. К сожалению, так еще и пока не выложил влог. Ну, мне не деть перед, не знаю вообще, как получится, не получится. Но встреча прошла вообще отлично. Круто, что вас пришло очень много. Спасибо всем огромное еще раз. Я уже 500 раз говорил и еще 500 раз скажу. Всем огромное спасибо. Ребята, сейчас я вам, господи, расскажу. За нами, по-моему, хвост. За нами следят. Что, чуваки, мы на выставочной, да? Да, выставочной. Нет, международная. Международная станция, она... Она так клевая. Станция реально клевая. И она новая. Ну, скорее всего, мы так тут, что она новая, потому что она вообще как бы по-другому сделана как-то так вся. Все остальные все в старом таком стиле, а это прям такой хай-тек. Вот. Ну, посмотрим, что там занимается. Крёба у вас, ребята. А что ж, мы вышли из метро. И тут все эти махины. Блин, выглядит все это, конечно, очень круто. Очень круто. Мы зашли в тенек, чтобы показать вам это вообще чудо-строение. А, башня какая-то между ними, ага. Вообще, блин. Блин, я реально, я прям впечатлен. Я впечатлен. Ребята, мне кажется, можно шею сломать, чтобы посмотреть на последний этаж. Я представляю, какой там вид. И, знаешь, есть такое ощущение, что оно прям на нас наклонено. Ну да, потому что перспектива. Да. Реально, как будто вот последний этаж, он прям как будто над нами висит. Да. Вообще. А давай вот так вот покажем. Хе-хей. Да я видео снимаю, без того, чтобы фоткнуть. Вот дурачок. Друзья, мы немножко обошли с другой стороны. И отсюда, конечно, видок еще круче. Если бы не солнце. Но я надеюсь, что все равно видно. Вот. Вот это. Вообще, вот эта спираль, конечно, прям впечатляет. Тоже огромная. Короче, сейчас посмотрим. Самое обидное, что у меня, во-первых, ветер. Во-вторых, у меня телефон садится. 15% зарядки. И мне нужно посмотреть сейчас станцию. Алиска прикрывает все своей... Жилеткой. Жилеткой. Джинсалткой. Вот. Сейчас, короче, посмотрим станцию. И вообще попробуем доехать еще до смотровой площадки около... Около МГУ. Вот. По-моему, это есть Воробьевые горы. Ужа. Я могу ошибаться. Чуваки, мы пришли в Афимол. Вот. Сейчас немножко пройдемся здесь. И потом уже поедем до смотровой площадки. Здесь же прям станция выставочная. Прям тут. Это очень клево. Друзья, проезжаем вот по мосту. По метрам мосту. Белый дом, я так понимаю. А мы там, где мы все равно купили. Да. В общем, едем сейчас обратно до Александра Сколослава, пересаживаемся на другую ветку. Едем на Воробьевые горы, точнее, на университет. Вот. Там перекусим. Пойдем на смотровую площадку. Ну, или как это там? Ну, наверное, смотровая какая-то площадка. Это вообще на первом руке мы вчера круг селье сделали. Да, большое вообще. Вообще жесть. Прокатил у нас ветерком. Да. Вот, посмотрим со смотровой площадки, а там дальше уже парик. В парках. В парках Горького, если получится. Если успеем по времени. Но пока нормально. Единственная проблема с тем, что у меня 5% заряда телефона. И то, что влог не получилось выложить вот в том самом молле. Друзья, мы от университета, станции прошли через территорию МГУ. Но это еще, я так понимаю, хотя, наверное, вот мы уже выходим с территории. Вот. Там такой тоннельчик просто из зарослей. Мы просто в шоке от всей этой зелени. Здесь офигенно пахнет. Офигенно какой-то такой насыщенный, зеленый, влажный воздух. Вот как-то... Мясной, короче. Да, лесной, мясной. Вот. Идем сейчас налево. Как раз выйдем на главную аллею вон МГУ. Выйдем четко туда. И прямо на смотровую какую-то там площадку, наверное. Ну, мы просто вчера с Илюхой, когда ехали, проезжали мимо. Там был клевый вид. Мы хотим на него еще раз посмотреть. Только уже... Как на пыль масте? Куда? Да. Нам он туда. Сейчас прямо-прямо и пешочком через пешеходный пароход. Ну все, друзья мои, мы выходим уже на... Смотрите, какая тачка клевая. Мы вышли вот на офигенскую... Офигенскую площадочку перед... Это типа фонтан? А, это утки? Нет. А там фонтан? Нет, ну тут утки, да, это фонтан. Уточка, можно я к тебе прыгну? Уточка, утка. А там воздушный змей летает. Вот такие утята, вот. Да. Утята, гусята. Друзья, сегодня же день защиты детей. Окей, 1 июня. И еще, сегодня очень главное событие, важное. Помимо Дня защиты детей, которому здесь, видимо, посвящено на какое-то мероприятие, батуты всякие, какие-то зоны отдыха. Смотри, прикольно, с кроватями. С кроватями под... Господи, под тентами. Да. Вот. И... Чего хотел сказать, да. Во, 1 июня, сегодня, друзья мои, во всех ресторанах больше нельзя курить. Должно быть. Должно быть так. Кстати, надо бы прогулить. Действительно, его утвердили, этот закон. Но вообще должны. То есть, Польши вообще не должны продавать сигареты в ларьках. Нельзя рекламировать их прямо на стендерс, на каких-то. Должен быть список сигарет в магазине. Ты подходишь, читаешь список и поговоришь, какие тебе нужны. Ну и в ресторанах больше не будет такого. Вам какой? Курящий или не курящий зал? Мы дошли до практически смотровой площадки. Осталось немножко совсем перейти вот там дорогу. И будет та самая смотровая. Сейчас тормознули. И пробиться еще не будет. Да, там очень много людей. В общем, взяли компот и вот такие две вафельки. Немножко перекусим. И двинем дальше. Ну, друзья, в общем, нет, мне кажется, ты не снимаешь. Алиска снимает панораму. Панораму вот этого офигительного вида. В свою очередь снимаю. Видео нет, я сейчас залезу тебе всю и панораму испарчу. Друзья, короче, мы немножко затупили. Прошли чуть-четка дальше, чем нам надо было. И теперь идем вот через парк. Я так понимаю, это тоже все Воробьевы горы. Вот, спускаемся по дикому лесу. Идем к станции метро, которую вообще мы не знаем где, блин. Мы уже подустали, если честно. У нас 3 часа до того времени, когда мы поедем уже не на вокзал, а в аэропорт. Здесь запах по сравнению с территорией ОМГУ вообще. Тут запах, точнее, отдыхает. Здесь просто как вот у нас за город выехали и дышим. Офигенно. Короче, чуваки, дело в том, что наш давний товарищ и друг, и подписчик, и зритель Матвей, Матвей просто, я не буду называть фамилию, просто Матвей, сказал, что может нас довезти до Внукова. Вот, ну и заодно пообщаемся. Поэтому нам нужно 8 часов быть на Арбате, где он нас будет забирать, и мы поедем до Внукова вместе с ним. Поэтому нам уже не нужно на вокзал. Ну да, видимо, вот эту дорогу теперь туда идет. Она идет туда. Тетя идет туда. Тетя, мы ориентируемся вон за той тетей. Да, гиду нашей. Да, да, да. Может, мы поняли, что как бы она явно здесь не по парку гулять с сумками идет, а идет, скорее всего, на станции метрополитена. Вот, точно. Вон она метром. То есть мы могли вон оттуда прийти. Да. Но мы сделали большой крюк. Огромный. Вообще. Прям, если честно, устали. Идем под мостом. И впереди московский метрополитенстанция. Что, Воробьевы? Воробьевы горы. Да. Прикольный пол. Шашечка. Как сказала низкая. Шашечка. 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 Скашашечка. Ска-мода возвращается. Ну, что там? С чего ты взяла такое? Это выход в город. Нам прямо в метрополитен. Эта станция вообще в корне отличается от остальных станций. Она вот такая вот с офигенским видом. Платье лет 30-го года. Да? Да. Ну, вот я говорю, модуль всегда возвращается. Ну, все, друзья. После дикой и дикой прогулочки мы уже окончательно выезжаем из хостела. Вот. И отправляемся, в принципе, на наш перекус перед вылетом во Внуково. Такие вот дела. Так, ребята, вы белье сдали? Конечно. Трусовые стирали? Стоит? Грязные? Если грязные, то маленькие. Валяются грязные. Вы хоть бы забрали, но как так можно там все везти с вами? Не надо мне с ним. Все, чуваки. Да, хостел на Арбате. Заезжайте, живите. Здесь весело. Счастливо. Друзья, мы только что перекусили в Макдональдсе, здесь на Арбате. А там вообще дикая холодрыга из-за того, что кондиционеры работают просто на минус 15 тысяч градусов. Это серьезно, кроме шуток. У нас еще, в принципе, ну, я не знаю, время есть, наверное, хотя Матвей может подъехать и пораньше. Вот, и мы идем в магазин продуктовый. Нам нужно, чтобы разменять 5 тысяч, потому что, когда мы прилетим в Омск, вряд ли таксист нам разменяет эти 5 тысяч. У них за сотни-то не бывает сдачи, причем специально, так, чтобы потом выручить большую сумму. Вот, поэтому нам нужно 5 тысяч разменять. Чуваки, мы находимся в шоколаднице снова. Мы вышли из Макдональдса, сходили, купили водички и теперь будем пить чай. У меня клубничную малиновую, малинский облепиховый и тортик у нас есть. У меня дико сладкое, как будто сироп какой-то от каши сладкий. Вот, Матвей уже подъехал, но мы минут за 10 сейчас, я надеюсь, справимся и пойдем уже. Ну все, друзья, как говорится, пока Москва, пока Арбат. И мы отправляемся обратно в нашу теплую Сайбирию. Теплую? Теплую Сайбирию, ну это, это, в кавычичках теплую. Ну хотя сейчас там вроде как тепло, возможно. Вот. Сегодня, кстати, очень много музыкантов на Арбате. В воскресенье все-таки. Сейчас заворачиваем на денежный переулок и ищем Матвея. Ага, чуваки! Едем, едем во Внуково. Знакомьтесь, Матвей наш друг и товарищ. По совместительству зрителей и подписчик, я надеюсь. Конечно. Вот. Сделал доброе-предоброе дело. И мы с отличной беседой просто доехали до Внуково. Сейчас будем проходить. Ну уж, слава богу, регистрацию нам не надо проходить. Потому что Матвей же опять нам распечатал наши посадочные талоны. Они же посадочные билеты там или как они называются. В общем, нам ничего не надо проходить больше. Мы просто идем на контроль и в самолетик. Вот. Вот такие вот дела. Матвей, огромное тебе спасибо. Ты прям нас выручил. Это круто. Нет, классно, классно встретились. Да, и пообщались интересно. Вот так вот, друзья. Увидимся с вами где-то там. Где-то там впереди. Друзья, мы приехали уже. Ну, Матвей привез нас в аэропорт. Он большой, международный, мощный и прикольный. Сейчас будем искать, где наш терминал вообще, где зона вылета. Потому что что-то можно запутаться на самом деле, заплудиться. Да. Можно. Парков туда не сразу. Поняли где. Вообще, развязка такая. Серьезная. Вот это мощно. Вот это мощно. Круто. А ну-ка, пойдем посмотрим, что вылет. Сфоткать хочешь? Ага. Вон туда еще наверх можно. У меня и кота, кстати. И кота, и кота впереди. На Федота, с Федота. На якого, с якого. На всякого. Туда можно наверх еще подняться. Ну все, друзья, мы прошли уже контроль и паспортный, и паспортный, и всякое такое. Омск, да, 13-й, вот он. Вот он, Омск, 23-20, ЮТ, 345. Фишка в том, что я хотел сказать, то что даже ноутбук не попросили показать. А мы думали, в Москве, наверное, намного сложнее будет все. И будут прям дрючить по любому поводу, по килограммам. Нет? Все еще проще оказалось. Теперь мы знаем. Теперь знаем? С музыками так весело, если честно. Да, очень клево. Ничего, руки вообще свободные. Ходишь, как будто у тебя вообще нет ничего. Если бы не ноутбук этот дурацкий, то было бы офигенно. И мне было бы лучше. Потому что все вещи в моем музыке лежат. В целом, я... Все, абсолютно все. Я открою вам секрет, что... Точнее, это и никакой не секрет. Пообщавшись с Илюхой, с зверем. Вчера я потрогал 11-дюймовый ноутбук. Посмотрел, как Илюха на тачпеде просто монтирует быстренько. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Я понял, что... Все, да. Надо копить, надо покупать или там как-то. Ну, короче, нужно брать, потому что это офигенная штука в поездке. Чуваки, когда мы приехали, помните, мы рассказывали, что один чувак нас узнал. И администрация рассказала. В администрации, когда девчонки сидели в администрации хостела. Вот, о том, что типа вот вы какие-то популярные там, т-т-т, с ютюба. И они такие, чё, ну как бы, ну не знают вообще. Не в теме. Не то, что про нас, то, что про нас не знают, это понятно. А то, что не знают, что, ну как бы, есть вообще влоги, что люди снимают вот так вот жизнь свою. И потом, по выезду сегодня тоже мы выезжали из хостела и тоже чувак... Давай потише там, а. Ты заставила просто администратора... Даже быстрее говори, второй раз не заставлю. Короче, я говорю, что когда выезжали, чувак тоже нас узнал, причем он из Омска и тоже в хостел въехал. И он такой, о, вы же с ютюба, типа из Омска, да, снимаете. И мы такие, ну да. И он такой, ну круто, круто. И потом мы оставили рюкзак на ресепшене и уехали вообще на прогулку. Возвращаемся за рюкзаком и администратор такой, а вот мне, типа, этот чувак все уши прожжал. Про вас все рассказали. Да, про вас рассказал, типа, что вы что-то снимаете. Самая фишка, вот к чему мы говорим, то, что люди, которые нас узнают, начинают администраторам все рассказывать. Вот. Вот так работает сарафанное радио. Короче, ходим, мы ищем розеточку. Если честно, здесь нормальненький вообще вай-файчик такой. И эти минут через 15 я блок выложу. Это меня прям греет душу. Что, решила гоночку устроить? У-у-у-у. Дядя чуть нас не задавил. 25 минут. О, 25 минут. Ребят, сидим и просто мучительно выкладываем 24 минуты. А сейчас 11 часов. У нас через 20 минут самолет должен улетать. 24 минуты. Ну, блин, мы надеемся, что сейчас один рейс в Москву задержали. И да, мы надеемся, что и 23 минуты. Что и нас тоже. Ну, наш немножко минут на 20, если задерживать будет классно, когда мы 22 минуты. Мы успеем выложить этот влог. Вот. А, еще и вот так вот выглядит. Да-да-да. Ну, это будет влог без аннотации, без превьюшки. То есть, по прилету уже домой я оформлю все как надо. Ну, то есть, ссылками в описании все будет. Вот. Ну, просто хотелось, чтобы вы пораньше все это увидели. Вот. Такие вот дела. Ну, наш рейс уже задерживается... Дважды. Дважды уже до... 55 минут. То есть, на 35 минут. На 35 минут. Вон там... Короче. Выложил я влог, кстати. Все удачно выложил, все оформил, кроме превьюшки, естественной аннотации. И я жду одобрения Ютуба, потому что все-таки мы снимали, где была музыка. И он до сих пор пока не одобрен. Я не буду, если честно, опубликовывать под вопросом влог, который... Ура, друзья. Опоздал, ну сколько? Значит, а... Ну, час, а не на 50 минут, наверное. 5 минут. Норм. В 12.05. Спасибо. Все, идем на посадку. Кстати, те же самые места. Те же самые места, да. Мы просто профокали регистрацию. Ну, как на полчаса? Или там на полчаса? Да нет, не на полчаса. Ну, на час. Хотя, пока у Ильихи сидели, смогли зарегистрироваться и нормальные места выбрать. Просто есть места, где аварийные выходы, а у этого аэробуса, у него все равно не откидываются сиденья. То есть у аварийных обычно не откидываются сиденья. А здесь у всех не откидываются. Поэтому смысл нет. А у аварийных, короче, впереди места дофига. То есть ноги там можно вытянуть и всякое такое. Ладно, увидимся в самолете. Все, друзья, мы уже в самолете. И давайте-ка, наверное, мы прямо здесь и сейчас закончим сегодняшний влог. Я только, кстати, опубликовал вчерашний все-таки. Вот. Завтра останется только превьюшку, аннотацию поставить. Все будет круто. Ну, все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь с нами. И до новых встреч завтра. ПОГЕДА! Уууу! Супер! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok